У нас сегодня лечение кариеса. Пациент у нас находится на ортодонтическом лечении. Мы сегодня как раз таки у ортодонта меняли дуги и во время замены дуги, чтобы было удобно произвести лечение. Уже отпрепарировали, поставили систему изоляции кофердан и сейчас будем делать пустоватку. Масть 26-й идет, верхняя челюсть, слева, 6-й, 2-й, 1-й, 0-й. То есть у пациента стоит братифистема в настоящий момент, и вы лечите этот момент зубы, да? Да. Такое лечение возможно даже во время ортодонтики. Да, конечно, такое часто случается, поэтому все возможно. У нас поверхность на кариесе, без третьей? У нас поверхность на кариесе уже была пломба, просто ее нарушилось прилегание. Поэтому мы и меняем реставрацию на более качественную. Получается, что во время ортодонтического лечения необходимо периодический осмотр терапевта? Да, конечно. Но на самом деле это делает и врач ортодонт. То есть если он заметит процессы, то обязательно назначат на лечение доктору-терапевту. И, конечно, это также на приемах с профессиональной гигиеной. То есть когда очищается вся поверхность зубов, мы видим, если есть где-то кариесный процесс, то, опять же, назначат на лечение. А вообще во время ортодонтики как часто нужно проводить гигиену? Рекомендуется каждые 3-4 месяца, потому что гигиена при ношении брекет-системы, она затруднена. И, соответственно, нужно немножечко чаще ее производить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...